украли 25 книг с комиксами две машины в кювете у третий вырвано колесом обокрала подругу из чистых прудов и эффект мигающего зеленого наваровского привет друзья это место происшествия с вами михаил и вагин мы собрали для вас лучше видео и новости к этому часу ну а кому покажется мало милости просим к нам соцсети у нас есть группа вконтакте и телеграм-канал сегодня кировские полицейские распространили видео с двумя похитителями книг в магазине на улице волкова камера видеонаблюдения зафиксировала как 20-летние молодые люди украли 25 изданий с комиксами общий ущерб составил более 10 тысяч рублей если вы узнали людей на видео позвоните по телефонам на экране также сегодня на улице воровского не соблюдал дистанцию попал в дтп водитель шевроле он видимо не заметил мигающий сигнал светофора у перекрестка с улицей солнечной и не планировал останавливаться чего все к ему и о мое вызывать инспекторов водители не стали они договорились и разъехались и еще об авариях три человека получили травмы и три машины повредились в дтп в слободском районе больше информации в нашем обзоре аварии кадры аварии сняли очевидцы по их словам это случилось в четверг днем возле села ильинское в слободском районе по информации гибдд столкнулись логан крета и гранта от удара две машины оказались за пределами дороги пострадали 42-летний водитель логана 31-летняя женщина водитель гранты и ее 51-летняя пассажирка пострадавшим медики оказали помощь в шабалинском районе неустановленный водитель семерки врезался в столб и убежал опора упала на вас 12 модели в которой находилась 31-летняя женщина водитель медики оказали ей помощь виновника разыскивают в радужном на улице индустриальные попали в дтп еще одни жигули седьмой модели а также гранта водитель классики травмировался и обратился за медицинской помощью на перекрестке студенческого проезда и улице московской столкнулись две машины а на месте осталась одна по словам водителя форда 4 апреля около 8 30 утра при перестроении водитель тойоты ландкрузер прада задел его авто и уехал на фокусе повредились дверь крыло и бампер сергей пичугин место происшествия штраф за кражу банковской карты получила 46-летняя жительница кирова виктория никитина по данным следствия женщина обокрала свою подругу из чистых прудов они вместе выпивали на кухне а потом осужденная заметила на подоконнике карту и похитила ее что было дальше зафиксировали камеры видеонаблюдения в течение 12 часов виктория потратила чужие деньги со своим знакомым она тут же зашла за хмельными напитками с сигаретами и шоколадкой потом она съездила в ленгасово естественно проезд осужденная оплачивала карты там тоже закупилась спиртным и продолжала гулять до полудня пока ее судя по всему уже бывшая подруга не заметила пропажу карты и денег после чего указанной картой расплатилась в общественном транспорте и торговое заведение города Кирова причинив потерпевший мучный ущерб на общую сумму 2839 рублей найти викторию не составило труда дама отрицать свою вину не стала видимо причиной такого поступка стало сильное алкогольное опьянение и желание продолжить праздник при внесении приговора суд учел в качестве официально смягчающих наказания активное способствование расследования преступления признание вины раскаяния в судейном добровольное возмещение имущественного ущерба и принесение извинений потерпевшей в итоге суд не стал строго наказывать ранее несудимую воровку Никитиной дали штраф 5000 рублей приговор вступил в законную силу Михаил Вагин место происшествия А в Октябрьском районном суде вынесли приговор владельцу нарколаборатории 35-летний уроженец Иркутской области Дмитрий Худяков можно сказать в заводских условиях производил наркотики мужчина нашел единомышленников и помещение на одном из крупных промышленных предприятий Кирова по данным следствия линия по производству мифедрона работала полгода, потом ее обнаружили полицейские Из незаконного оборота изъято более 6 килограммов наркотиков и прекурсоров к ним В период предварительного расследования обвиняемый дал показания, изобличающие иных соучастников сотрудничал со следствием по этой причине прокурор заключил с ним досудебное соглашение о сотрудничестве На стадии следствия Худяков пошел на сделку с прокурором и дал признательные показания В итоге вместо 20 лет тюрьмы он получил 8 лет и 10 суток колонии строгого режима Приговор не вступил в законную силу Расследование в отношении других работников лаборатории продолжается А в Кирово-Чепецке до суда еще далеко Там на улице Спортивной произошло убийство 40-летний мужчина сначала в течение нескольких дней играл в литробол со своей сожительницей Затем они повздорили Агрессор схватил молоток и напал на женщину Потерпевшая была доставлена в больницу Несмотря на помощь медиков она скончалась от полученных травм В настоящее время в отношении мужчины избранной меры пресечения в виде заключения под стражу Ему предъявлено обвинение в совершении убийства После госпитализации следователи возбудили дело по статье покушения на убийство А после смерти потерпевшие мужчину обвинили в убийстве Ответственность за это до 15 лет тюрьмы Ну а теперь топ народных видео На перекрестке улиц Московской и Солнечной водитель девятки едва не попал в ДТП с реанимацией Он ехал прямо и почему-то вечером не увидел маяки и не услышал сирену Водителю скорой в таких ситуациях терпение и выдержки Не вписался в повороты Чуть не подвинул машину очевидца дальнобойщик на улице Щерса Он поворачивал налево и по словам автора видео Одновременно говорил с кем-то по телефону Вот откуда невнимательность взялась На улице Московской регистратор зафиксировал, можно сказать, классическое нарушение Гонщик на Мерседесе выехал со встречной полосы, проехал на красный сигнал светофора Такие маневры экономят время, но иногда сокращают жизнь В микрорайоне радужный водитель Каблучка едва не попал на серьезный ремонт своего фургона На перекрестке он поехал прямо и не заметил, что главная дорога поворачивает направо Внимательность может сэкономить не только время, но и деньги Незнание ПДД едва не сыграло злую шутку с женщиной-пешеходом на улице Карла Маркса Она увидела знак «Стоянка и остановка запрещена» и, видимо, решила, что это пешеходный переход Знание – сила, а не знание – травм больницы И на этом у нас все С вас подписка и лайк, с нас еще больше интересных видеороликов и новостей Если вы сняли что-то интересное, присылайте это видео нам Вот наш номер – 8912-827-3302 Мы ждем сообщения в Телеграме и других мессенджерах И наша почта – mpkerovsobaka-inbox.ru Будьте внимательны и осторожны До свидания